всем привет дорогие друзья сегодня у меня будет коротенький выпуск все как вы любите расскажу вам как можно абсолютно каждому сделать небольшой бизнес у себя в гараже мастерской либо дома самое главное для реализации этого бизнеса нужны минимальные вложения лично я решил сразу задействовать две области взаимосвязанных друг с другом если быть точнее это коптильня разных продуктов сало рыба и так далее а вот смотрите заказал вот такую вот коптильню из нержавейки на зоне мы порядка 10 тысяч рублей то есть это с дымогенератором через компрессор сюда засыпается щипа вот здесь вот находится уловитель смол то есть это экологически чистое копчение получается будет собирается вся смола специальных отсеках и у вас уже дым идет без смолы и вот вывел трубочку то есть по размерам вот этот шкаф небольшой но для первоначального так сказать для старта вам вполне достаточно будет за один подход копчения здесь можно развесить раз два три 4 4 на 6 скумбрии например 24 штуки сюда и 24 сюда то есть уже порядка 48 рыбин скумбрии также можно грудиночки повешать можно две курицы поместить сюда две курочки сюда ну и так далее то есть примерно объемы понятны когда производство естественно расширится когда клиентов будет больше можно просто заменить вот такой шкаф на более крупных размеров и уже увеличивать свои обороты теперь перейдем к изготовлению щипы то есть помимо копчения самих продуктов и коптильни я еще и буду изготавливать щипу на продажу не только для себя и сейчас я вам расскажу для этого что мне понадобилось а ну во первых вот у меня свой дом много плодовых деревьев вот как вы видите три вишни здесь вот яблони груши здесь вот много всего поэтому каждый раз весной когда делаю обрезку я эти все веточки сохраняю и потом перерабатываю их на щипу ну также еще ездил заготавливаю так вот сейчас у меня дождик начался небольшой но и в чем показать вот здесь вот я заготовил вот видите сколько веток разных это я подпиливал свои плодовые деревья очищаю их от коры некоторые вот такие покрашены звездкой а затем перерабатываю вот тоже веточки вот тоже брусочки вон брусочки под навесом все это ольха плодовые деревья и так далее то есть те породы древесины которые пригодны именно для копчения для изготовления щипы как я вам уже ранее говорил что щипу я делаю не только для себя но и на продажу в такие мешочки я ее запаиваю заказал с алиэкспресса такой-то удобный запаиватель можно просто обычным паяльником вот так проходить изготавливаю в разной весовой категории то есть вот эти две партии по одному килограмму это вот по пол килограмма но сам ходовые такие варианты также что еще хочу сказать наклеечки сам печатаю на принтере принтер у меня был уже давно сейчас практически в каждой семье есть компьютер и принтер я думаю это не проблема покупаю обычную клеящую бумагу делаю этикетки распечатываю вырезаю наклеиваю самое главное зарегистрировался как самозанятый скачал приложение установил пять минут работы и ты уже легализовал свой бизнес и можешь официально продавать щипу по магазинам сдавать под реализацию и так далее также и marketplace многие спросят а как же ты делаешь щипу не вручную же ты и строгаешь саму щипу я изготавливаю на вот таком вот садовом измельчителе в данном случае это greenworks мощность его 2500 ватт и на нем вполне можно очень быстро изготавливать щипу в больших объемах поставляется он вот в такой вот коробке компактной в комплекте идет руководство пользователя его характеристики это 4500 оборотов в минуту две с половиной тысячи ватт мощности и вес 13 2 килограмма ну максимальный диаметр реза 45 миллиметров то есть приличная такая ветка сюда залезет ну и в комплекте также есть два ключика для сборки прикручивания колес и ножек также здесь мне нравится есть такой вот бачок специальный он закрывается открывается нажатием ручки вниз выдвигается и здесь уже щипа можно сказать готова ее просто отсюда достаем и расфасовываем по пакетам очень удобно но также данный вариант измельчителя пригодится для того чтобы измельчать ветки траву и так далее дачники берите на заметку сейчас мы откроем крышку и глянем что же там находится вот смотрите друзья здесь находится вот такой вот барабан с такими мощными ножами то есть тут два ножа они практически такие же как на рубан очень острые их можно открутить заточить либо заменить если вдруг что-то у вас там испортилось со временем как вы можете заметить здесь пристегивается вот такая воронка съемная есть проталкиватель можно сувать сюда ветки сразу а если у вас допустим ветки с листьями при помощи вот этой воронки все вся листва будет осыпаться в ней и уже естественно уходить туда будете если что-то не пролазит просто проталкиваете ее специальным вот таким вот продавливателем проталкивателем так сказать очень удобно мне вообще это щипорезка понравилась шипорезка ее называю на самом деле это измельчитель кстати благодаря тому что измельчитель имеет колеса его очень удобно транспортировать он сам затягивает эту ветку без проблем открываем сундучок и видим на выходе получившуюся готовый продукт то есть упаковывать и в пакеты и вот вам щипа для копчения и также для продажи с одной ветки длиной 2 метра у меня где-то полтора килограмма щипы получилось вот видали как все это быстро буквально за одну минуту такого там одну минуту секунд за 30 он переработал эту ветку полтора килограмма щипы данный вид производства не требует больших помещений и вполне можно это делать даже на выходных там после работы вечером и так далее то есть изначально это было как хобби а теперь в принципе это может вылиться даже в основной доход так клиентская база растет и если уж совсем выйти на большие так сказать промышленные объемы то тогда уже можно нанять человека кто будет заниматься копчением и производством щипы так что ребят вот такая классная идея для бизнеса малозатратная и в принципе несложная в риф своей реализации поэтому берите на заметку рабочая тема я уже вот месяца два на этом зарабатываю и скажу у меня уже две недели вперед заказы расписаны именно на коптильную продукцию и но потихонечку также щипу начинают раскупать те кто дома занимается копчением на сегодня все спасибо большое за просмотр всем добра мира вашим семьям пока пока